Меня зовут Алексей Рокчеев. Я являюсь финансовым директором организации «Демократ». На тот момент, когда составлялась презентация, было два года. Занимаюсь постановкой управленческого учета в организациях. Управленческий — это посчитать, что по факту для собственника. Сколько денег по факту заработали, просто чистую прибыль только посчитать. Устраняю продакт с финансами, потому что без этого не построишь финансовый учет. И предоставляю в дальнейшее финансовое сопровождение, если это нужно, организациям. Делаю все это на базе Google таблиц. И поэтому это самый простой способ, самый доступный, самый бесплатный. И кроме того, закрываю все вопросы, которые нужны. Поэтому Google таблиц освоил очень хорошо. Кликер. Так, грамотный финансовый учет. Что мы сейчас будем обсуждать? Как вести учет денег клиники на старте? У нас сейчас здесь все клиники рабочие, да? Ну, то есть уже работающие. Нет. Нет, то сейчас тоже запускай. Сейчас, значит, затронем эту тему. Как правильно, чтобы ничего не потерять, чтобы все учесть и так далее. Вообще, зачем, в принципе, вести учет денег? Разберем некоторые инструменты и сервисы финансового учета. Я их вскользь коснусь, потому что все делается на базе Google таблиц. Но есть и те люди, которые сервисы представляют, которые помогают считать деньги. Значит, главный отчет собственников бывает такое, что у собственников есть финансисты, бухгалтеры представляют ему отчет в конце месяца, а собственник понимает, что там много цифр, не понимает, куда смотреть, и в итоге получается, что, типа, да, ну, непонятно. Но кто-то что-то делает, ну, пускай делают. И как бы это неправильно. Соответственно, нельзя управлять на основе цифр уже бизнесом. Вот как раз затронем вопрос, что ждать от бухгалтера и чем он, собственно, отличается от финансового директора. И такая практическая штука, кто должен вести учет. Немножко поговорим об этом. Кликер. Так, зачем нужен финансовый учет? Ну, значит, контроль бизнеса. Потому что контроль бизнеса, он трус не только на контроль финансового учета, он еще и на контроле процессов. Но, тем не менее, если есть финансовый учет, то это 50% контроля бизнеса. Если у вас есть цифры, если у вас есть отчеты по проблемам-убыткам, там, балансовый отчет и так далее, то вы можете, ну, как минимум, отчет о проблемах-убытках самый интересный для собственников обычно. То вы можете посмотреть, какая чистая прибыль, То есть сколько на что потратили и почему мы в этот месяц столько потратили, а в предыдущем столько. И здесь можно разобраться и принять решение. Отказываемся от этого поставщика, ищем другого. Либо может у нас выручка маленькая относительно прибыли маленькая относительно выручки. Контроль финансового учета позволяет исключить воровство. Это в случае, когда есть подотчетные лица, через которые ходит наличка, деньги. Соответственно, если люди видят, что есть контроль, они меньше склонны к воровству. Ну, это все равно от этики человека зависит, но тем не менее. Если система работает, то она искореняет тех людей, которые хотят что-то сделать не так. И кроме того, это укрепление репутации, это косвенно такой, любая система, к которой человек приходит, и если он видит, что система в организации есть, это значит, что он будет чувствовать, что здесь у вас порядочек. И когда вот есть какие-то факторы, есть какие-то маркеры, которые говорят о том, что у нас здесь порядочек, а финансовый учет – это порядочек, тогда сотрудники уже начинают себя более, так сказать, аккуратненько вести и говорят, слушай, там контора хорошая, там у них порядочек. Сохранение бизнеса и инвестиций. Ну, кстати, укрепление репутации – это еще в глазах клиента, потому что клиенты тоже, если предоплаты теряются, то у клиента вопросы, почему такая контора плохая. Так, сохранение бизнеса и инвестиций. Ну, это такое очевидное, потому что если вы в убытке работаете, то вы долго не поработаете. А бывает такое, что люди работают в убытке, не знают об этом. Это происходит из-за предоплат, а в компании «Демократ» очень много предоплат. Возможность привлечения инвестиций, когда вы пойдете к инвестору, вам нужно будет показать какие-то цифры, сказать, давай мне 1 миллион, я тебе через год 2 миллиона верну. Ну, 100% возврат на инвестиции – это очень хороший показатель, поэтому если у вас есть факты, вы можете подойти и сказать. А без учета это невозможно. Экономия на налогах – это косвенно, конечно, но тем не менее можно. Вообще любая экономия на самом деле, если вы видите цифры и можете их сравнивать, то это приводит в любом случае к экономии. И возможность оптимизации затрат. Что часто делают собственники неправильно, когда я прихожу? Вообще бывает, что нет учета движения денег. Не то, что учета движения денег, никакого учета. Что не считается, просто работаем. Раньше такое проходило, потому что маржа все прощала. Но сейчас, когда большая конкуренция, когда маркетинг и когда учеты, процессы вышли на первый план, то уже так, как раньше работать нельзя, 90-е прошли. Многие люди считают, что поступившие деньги – это выручка. Это очень опасная штука. Когда вы, допустим, работаете в клинике, и у вас люди приходят сразу, оплачивают деньги, и вы тут же исполняете обязательства, то выручка и деньги поступившие – это одно и то же. А когда к вам приходят клиенты и заносят предоплату, скажем, на полмиллиона за комплексное лечение, а вы лечите на сумму сразу, скажем, на 10 тысяч, то выручить здесь не полмиллиона, выручить здесь всего лишь 10 тысяч. Я попозже объясню, почему так и почему это важно. Значит, часто люди судят по состоянию бизнеса, глядя на деньги в кассе и на счетах. Это очень распространенная ошибка, потому что у человека интуитивно возникает то ощущение, если деньги на счетах есть, то мы, короче, в прибыли, то есть все нормально. На самом деле может быть такое, что деньги есть, а прибыль отрицательная. Такое бывает из-за предоплат. И это из-за трона попозже, просто сейчас расскажу. Значит, такое бывает из-за предоплат, люди закидывают нам деньги. Грубо говоря, она дает нам в руки подержать деньги. Но они в любой момент могут передумать и вернуть деньги обратно. Соответственно, а мы их на себя, если вывели, то обратно придется в бизнес закидывать. А если мы уже машину купили, то придется тачку продавать, закидывать деньги и так далее. Продолжение, все дешевле и так далее. Вывод деньги на себя, несмотря в баланс. Балансовый отчет, ну и вообще, несмотря в отчет о прибылях и убытках. Насчет того, сколько у вас денег на себя, я скажу, прям отдельный слайд будет. Ждут бухгалтеры то, что должен делать финансовый директор. У людей нет угловых различий между финансовым директором и бухгалтером. Это как бы одно и то же. Часто от бухгалтера просят то, что, ну типа, какой отчет о прибылях и убытках, а бухгалтер говорит, ну там, с налогами все нормально, ребят, не надо меня трогать. Не контролируют подотчетных лиц, это опасная штука. Если особенно через подотчетных лиц входит наличка. Тут дело не только в этих человеках, тут еще и возможно такое, что человек просто может ошибиться, неправильно указать цифру, и просто из-за этой ошибки как бы выйти в полчаса, теряете деньги. И думаю, что таблички мы и сами построим. Мне это всегда нравится, потому что таблички — это не основной инструмент. Таблички — это всего лишь инструмент. На самом деле финансовый учет состоит из процессов. А процессы должны происходить. Процессы должны происходить системно и ежедневно, одинаково, как конвейер. А дело в том, что когда собственник начинает стоить таблички, потому что получается, что собственник — он немножко другого типа человек, и это обычно люди, которые могут на прорыв бахнуть, закупиться, инвестировать и так далее. А вот организовать процесс — это уже мелкомоторика рук, которым не под силу, как правило. И, соответственно, все эти таблички очень плохо смотрятся потом и ничего по большому счету не дают. Так, и вот разберем как раз три отчета, которые должны быть в каждой клинике. Движение денежных средств о прибылях убытках и баланс по очереди. Значит, движение денежных средств — что это такое? Это на самом деле основа для учета, а в своем бизнесе нет отсрочек, например, салона красоты и так далее. В общем, я сейчас попозже вам продемонстрирую прям конкретный инструмент, который вы можете брать и внедрять в себя, таблица просто. И там устроится таким образом, что вы просто заполняете движение денег, ДДС, и все остальные отчеты, все три отчета выполняются, ну, формируются сами. Есть легенда у финансистов, что такое невозможно, типа нельзя все в одну таблицу уместить, но демократ придумал, как это уместить. И эта штука себя хорошо зарекомендовала, сейчас я ее коснусь. Значит, движение денежных средств дает возможность контролировать остатки на счетах. Ну, не только на счетах, счет это не имеется, только расчетный счет. Это и наличка на ресепшене, это и наличка в сейфе, это и по карте. Ну, по карте редко кто принимает деньги, но тем не менее подотчетных лиц, если они есть. И так далее. И проверка точности учета, это я затрону. Если движение денежных средств заполнено правильно, то все остальные отчеты, отчеты о прибылях, убытках и балансовый отчет заполнены верно. Значит, следующая эффективность, это информация относительно отчета о прибылях и убытках. Как раз давайте разберем конкретно поступление, деньги равно выручка. Значит, если вы лечите клиентов, они приходят, ну, как, допустим, салон красоты. Салон красоты, они не берут предоплаты. Они сразу, как пришел человек, или там постригся, сразу деньги заплатил, сразу, ну, типа, выручка образовалась. Кстати, многие клиники по такому принципу, на самом деле, это и работают, что, типа, отлечил, сразу деньги заплатил. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо это тем, что у вас не будет проблем, тем, что вы на себя лишнего видите, или там будете в убытке, об этом не будете знать. Ну, это такая не очень серьезная проблема. А плохо это в том плане, что клиент, если закинул вам денег с полмиллиона, скажем, на комплексное лечение, так он будет обязательно ходить к вам. И уже если закинул, то возвращать деньги обратно, это уже больно геморройно, и лучше я уже отхожу, долечь мне и так далее. Соответственно, у нас возвращаемость резко увеличивается. Но минус в том, что как раз начинаем путать поступление денег и выручку. Значит, если нам клиент закидывает деньги, как я говорил, полмиллиона, а пришел в этом месяце, отличился на 15 тысяч, то в данной ситуации выручка только 15 тысяч. А остальные там 485 тысяч будут не нашими деньгами, и мы в балансовом отчете это как бы в дальнейшем должны будем увидеть. Сейчас я коснусь этой штуки. Значит, другими словами, как это должно выглядеть? Если мы будем смотреть балансовый отчет, то мы увидим, что у нас денег полмиллиона, а забрать мы себе можем только 15 тысяч. А остальных денег пока не надо трогать. Но если мы трогаем, то мы знаем, что мы залазим в минус. То есть мы лишнее на себя вводим или тратим лишнего. Тем не менее, у нас как бы деньги есть, но мы не будем чувствовать себя при этом, так сказать, спокоен, что все нормально. Постоянные переменные расходы. Это… тут надо порисовать немножко. Почему называются постоянные, почему переменные? Отчеты при бляху и убытках есть чем прессовать? Отчеты при бляху и убытках выглядят следующим образом. Все сломал. Отчеты при бляху и убытках выглядят следующим образом. Значит, выручка с плюсом минус переменные расходы, минус, значит, постоянные, и это все равно чистая прибыль. По большому счету, отчет при бляху и убытках, если сократить эту штуку, выручка минус расходы, чистая прибыль. Капитан очевидность. Почему разделяет на переменные постоянные расходы? Сейчас мы говорим о том, на какие цифры смотреть, когда вам предоставляют отчеты при бляху и убытках. Если вы получаете отчет при бляху и убытках, и, значит, чем отличаются постоянные переменные? Переменные – это те, которые связаны с выручкой. Есть выручка, есть расход. То есть выручка, то есть, допустим, что у нас будет переменным в расходе в клинике нашей? Это зарплата врачей, потому что они на сделке, как правило. Значит, это, если там процент менеджера, если он продает, то, соответственно, тоже будет переменным расходом. Что, материалы еще будут переменным расходом? Пожалуй, ну, там эквариинг. Если вы на шти проценты, то еще и налоги. Ну, обычно там врачи материалы, самый такой. Значит, переменные расходы. Вот. Постоянные расходы, постоянно они называются постоянные, потому что вы будете в любом случае их платить, независимо от того, будет ли у вас выручка. Аренда, коммуналки, оклады людям вы выплатите. Вы выплатите, независимо от того, будете вы работать или нет. Вот. И, соответственно, и здесь мы можем определить, что такое маржа. Если мы возьмем выручку и вычтем из нее переменные, то у нас здесь будет промежуточный уровень маржа. Маржа – это промежуточный уровень прибыли. То есть мы заработали, скажем, 100 тысяч. Ой, такого быть не может, конечно. Но для условно. Порасходовали 90 на переменные расходы исключительно. У нас осталось 10 тысяч маржи. И вот здесь вот маржа – это очень важный показатель. Почему? Для этого, собственно говоря, ради маржи ты и дельты, постоянные переменные расходы. Может быть, просто из выручки все расходы вычитать, смотреть чистую прибыль, но это нам не дает возможности контролировать, так сказать, все ли в порядке. Потому что если мы смотрим, что у нас чистая прибыль маленькая, то мы не можем сказать, у нас выручка маленькая, либо у нас расходы большие, либо и то, и другое. Когда у нас маржа, допустим, отношение, ну вот, допустим, если мы маржинальный доход разделим на выручку, то мы получим, скажем, в данной ситуации 10% маржи. Вот эта промежуточная прибыль дает нам понять, что дело не только в постоянных расходах, а дело в переменных. Маржа должна быть в клинике 40-50%. Это как бы нормально. То есть от одного человека, когда у нас остается после вычета на материалы и зарплаты врачей, 50% половина, то это нормально. А если нам остается там 10 тысяч, нам закинули, нам тысяча остается, то мы только этой тысячи на постоянные расходы закидываем. Нам слишком много надо сделать, чтобы покрыть постоянные расходы. А если у нас остается там 50%, это, так сказать, уже в 5 раз меньше сделок, соответственно, в 5 раз меньше движений. И поэтому на маржу надо обязательно смотреть. Выручка минус переменные расходы – это и есть маржа. Один из показателей, на который вы даже смотрите в отчете о прибылях и убытках, и он должен быть около 40-50%. Это будет нормально. А пока все понятно? Или вопрос есть? Что, я только смотрю, заскучали немножко. А вы, если есть вопросы, то спрашивайте. Да, а вот мне интересно, ну, вот если пациент взносит аванс, да? Получается, он у нас учился на 15 тысяч, а доход у нас, мы же это как, они же в клинику пришли. Да, да. А вам дали их подержать в руки, вы имеете в виду, да? Да, нам дали их подержать в руки, а бухгалтер потом говорит, вон у нас какая… Чистая прибыль хорошая, да? И потом, как она, это же надо как-то, мы должны показать налоговое, что… Вы знаете, давайте… Прощетка. Налоговое, дело в том, что… Это я понимаю, о чем вы на самом деле спрашиваете. Дело в том, что налоговое… Создает нам проблемы. Ну, нет, 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 я так не буду говорить. Дело в том, что налоговое, она… Ну, так никто, конечно, не делает, но бывает такое, что некоторые люди делают так, что у них два учета. Один настоящий, а другой для налоговый. Но они макро так не делают. Вот, и, соответственно, бухгалтер то, что вам говорит. Я потом буду говорить о том, что основная цель бухгалтера – это перед налоговой отчитаться. А основная цель финансиста – это вот эту штуку сделать, чтобы вы понимали, что происходит. Вот, и бухгалтер, получается, что… Путает немножко? Нет, не путает. Ну, в общем, он представляет вам отчет, но отчет, получается, какой-то, да, получается, который вам информацию по большому счету не дает. Вам нужно, может, там, ну, перестраивать, либо от бухгалтера требовать, чтобы бухгалтер немножко имел функции финансиста, понимал. Но обычно бухгалтера, они, как бы, они очень хорошо делают свою работу в плане налогов, но в плане финансов они обычно не очень хорошо делают, потому что это не основная их деятельность. Это не знаю, как все равно, что вот ты врач, а давай ты будешь, там, не только лечить, давай ты еще и, там, весь полы будешь подметать. Ну, вроде как, может, а с другой стороны, это не его деятельность. Ну, это вообще, конечно, оторванный пример, но, тем не менее, примерно так. Так, значит, давайте вернемся, значит, насчет… Отдождите, вы вопрос какой задали, я на него, наверное, не ответил. Вы спросили меня, если мы… Предоплату. Если предоплату закинули. Предоплату, если нам закинули, не надо тратить. Вот мой ответ. А как определить, какая предоплата, это баланс в отчет покажет, я вам сейчас попозже покажу, как это делать. То есть предоплата в отчет о прибылях и убытках, она не входит. То есть, если нам закинули выручку, закинули 500 тысяч, а мы отличили на 15 тысяч, то выручка здесь будет показана 15 тысяч. А, соответственно, из этой выручки будут вычитаться все расходы. А если мы там, ну, закинули нам, ну, мы продали 10 предоплат по 500 тысяч, 5 миллионов выручки, и тут расходы, чистая прибыль, 4 миллиона, мы такие, о, гуляй, все, короче, можно тратить. Это неправильно. Значит, первое, что, на маржу смотрим. Маржа поняли, что такое, да? Понимаете, что такое, зачем это нужно? Или нет? Или еще раз объяснить? Это очень важно. Извините, еще раз, я поняла, но это еще раз можно. Давайте, переменные расходы, понятно, что такое? Переменные, которые меняются от выручки. Соответственно, выручка минус переменные – это маржа. Зачем это нужно смотреть? Потому что мы смотрим просто один из уровней прибыли, чтобы посмотреть. А это вообще показатель у нас нормальный, и мы даже смотрим, что он был 40-50%. Если у нас этот показатель меньше 40%, это значит, что мы либо дешево продаем, либо много платим врачам, ну, или там, поставщикам. Соответственно, мы уже от этого отталкиваемся. Если у нас там, скажем, ой, да что говорить, если там 10% остается, то получается, если у нас, допустим, с одной сделки остается не 90 тысяч, а 50, то маржа будет 50%, а не 10. Это значит, что мы вместо того, чтобы покрыть все свои постоянные расходы, скажем, размером в 1 миллион, нам надо сделать 100 тысяч продаж. То есть здесь в 5 раз меньше продаж надо будет делать. Логично? Логично. Соответственно, на эту маржу надо всегда смотреть. Для того, чтобы на нее смотреть, нам нужно собирать отчет о прибылях и убытках. Так, дальше следующее. Чистая прибыль и рентамент по чистой прибыли. Вот это тоже интересная вещь. Один следующий показатель, который нужно смотреть… А куда девушка ушла? Значит, чистая прибыль. И если мы чистую прибыль поделим на выручку, то у нас получится процент. Скажем, мы заработали те же 100 тысяч, вот здесь, 100 тысяч чистой прибыли. 90 тысяч мы потратили на то, чтобы выполнить обязательства. У нас осталось 10 тысяч на покрытие постоянных расходов. И у нас, скажем, условно, 9 тысяч мы потратили на постоянные расходы, аренда, коммуналка и так далее. У нас осталась чистая прибыль 1 тысяча рублей. Вроде как абсолютного движения это мало, но если мы поделим чистую прибыль на выручку, то у нас получится 1%. Это также мало. В общем, может быть такое, что… Сейчас я вам пример приведу. Допустим, у нас чистая прибыль 1 миллион рублей. Это хорошие цифры? Да, считаю, это тоже хорошие. А если для того, чтобы нам сделать 1 миллион, нам надо было 100 миллионов крутануть? То есть у нас от выручки в 1 миллион остается 1%. Это хорошо? Это очень плохо, потому что в офлайн бизнесе рентабельс по чистой прибыли должна быть от 10%. 10-20, 20 это отлично, 15 в среднем. Но вот 10 минимум. Это получается, что при высокой маржинальности у вас по всему может быть неинтересно? Может быть, да. Маржинальность может быть нормальная. Как 40-50, это же нормальная маржинальность? Да, да, да. Вы имеете в виду, что в процент вложения нормальная, а абсолютно показатель какая-то ерунда. Скажем, мы там заработали 10 тысяч и 5 тысяч потратили на то, чтобы исполнить обязательства. И у нас осталось 5 тысяч, это получается 50% маржа. И мы такие, все нормально. Но осталось 5 тысяч, а у нас там 100 тысяч расходов постоянных. Соответственно, мы там будем минусы 95. Вот, соответственно, вот здесь, понимаете, почему важно смотреть на показатель маржи? Потому что у нас 5 тысяч осталось, у нас 50%, но мы что можем сделать? Мы можем сделать вывод, что нам не надо здесь врачей трогать и материалы, потому что маржа нормальная со сделки. Нам надо вот здесь выручку увеличивать, а здесь уже нам надо разговаривать с маркетологами и так далее, чтобы больше у нас клиентов начало приходить. А если у нас здесь, скажем, 100 тысяч, да, а мы потратили, ну, те же самые 90, у нас остается 10%, да, то вот здесь вот выручка нормальная, а маржа маленькая в процентах, потому что мы потратили слишком много на врачей и на материалы. Соответственно, мы здесь уже выручку можем пока не трогать, а уже работать вот с этой штукой, ну, типа передоговариваться, мотивацию и так далее, поставщика другого искать. Поэтому это один из показателей, которые очень важно контролировать. Ну и потом, ретаминность по чистой прибыли тоже крайне важно контролировать, потому что, как я вам сказал, от 100 миллионов в 1 миллион, а 1% остается, это очень плохо, потому что любое колебание, любое колебание, а это может произойти, вас сразу вышибает в минус там 3 миллиона. А вроде как на текущий момент 1 миллион нормальный день. А если так оторваться смотреть. То есть вот этот показатель, ретаминность по чистой прибыли должен быть от 10%, и это тогда будет нормально, если он может чувствовать. Да, да, в оффлайн-бизнесе это нормально, 10-20%, вот сделал просто. Так, и, соответственно, значит, вы уже знаете два показателя, на которые он смотрит. Это маржа, ретаминность по маржиналу, маржинальный доход в процентах и чистая прибыль в процентах, ретаминность по чистой прибыли это называется. Значит, следующее. Категории расходов. Это я здесь сейчас написал просто, что переменные и постоянные расходы. На самом деле переменные расходы будут состоять из десятка категорий. Ну, не десятка, скажем, пять категорий. Это врачи, это материалы, это эквайринг, это там есть 6% упрощенка, это налоги, но такого вроде у нас нет. Это процент менеджера, ну вот как минимум уже пять назвал. Значит, а постоянные расходы, там будет такое полотно, аренда, коммуналка, сервисы, оклады, не знаю что, предстоительские расходы, чай, кофе, офисы, какие-нибудь расходники, какая-нибудь ерунда и так далее. И у вас весь отчет прибыльных убытков, он раскатывается, получается, в такую длинную штуку, где выручка, расходы по категориям и вот здесь чистая прибыль. И когда вы имеете информацию по тому, сколько у нас чистые, сколько мы на что потратили, вы уже можете сравнивать, смотреть по категориям. Когда у вас собирается статистика, вы достаточно долго финансовый учет ведете. Правильно сравнивать текущий месяц с предыдущим, чтобы посмотреть, а когда зевает человека, это обычно означает, что это есть какое-то непонятное слово. Давайте я проясню. У меня вообще финансовая, в чем делается? А я же сейчас вроде как бы… Я не знаю, если что понять, но как-то это не заходит. Вы имеете в виду, что есть непонятное слово. А какое слово непонятное? Давайте я сейчас проясню, и вы сейчас сразу включите. Я именно по постоянным экспериментам. Так, да. А вы сразу говорите, а я сразу буду прояснять, тогда мы будем прямо в контексте. Давайте я еще раз вернусь к этому вопросу, потому что это слишком важно, чтобы это пропускать. Переменные расходы, понимаете, что это такое? Ну, то есть процент, который будет отдаваться врачу, помимо оплаты. Да. Переменные, они почему переменные? Потому что они меняются. Они меняются от выручки. Есть выручки, есть расход. А нет выручки, нет расхода. Понимаете? А постоянные, они почему постоянные? Потому что… Потому что они уже прописаны, то есть уже эти предъявленные критерии, куда каждый месяц надо что-то открыть. Да, это какие, например? Грубым языком. Да, нет, вы все правильно сказали. А грубый язык самый понятный. Постоянные, постоянные, это те, которые мы аренды, коммуналки и так далее, мы обязательно их отдадим. Мы же не придем к арендатору, скажем, у нас в этом месяце выручки не было, мы ему тебе платить. И он скажет, ну, давай сюда деньги свои. Еще что непонятно. Рентабельность. Понятное слово? Рентабельность – это отношение чего-то к чему-то всегда. В данной ситуации это рентабельность, это когда мы… Рентабельность по чистой прибыли, значит, что мы чистую прибыль, условно скажем, там 10 тысяч, делим на выручку. На выручку. На 100 тысяч. И, соответственно, если мы 10 разделим на 100, у нас будет 10%. Правильно? Это называется рентабельность по чистой прибыли. То есть от всей выручки, которая нам зашла, у нас осталось 10% чистыми бабками. Соответственно, это хороший показатель. Ну, это допустимый показатель. Также есть рентабельность по чистой прибыли, есть рентабельность по марже. Маржа – это… Понимаете, что такое маржа? Выручка минус переменная. Сколько денег нам зашло, мы отдали деньги врачу, мы отдали деньги поставщикам за материал. У нас осталось… Да, с одной сделки осталось вот у нас 50%. Соответственно, 100 тысяч зашло, а 50 осталось. Мы 50 делим на 100, у нас получается рентабельность по марже 50%. Ну, маржа 50% говорят просто. Вот, два показателя, на которые надо внимательно смотреть. Так, категория расходов тоже, я думаю, достаточно понятна. Все, прояснили вроде, да? Или еще есть вопросы? Давайте еще проясним. Отлично. Значит, категория расходов. Категория расходов, как я говорил, есть, когда собирается статистика, надо анализировать расходы на текущий месяц с предыдущими. А у вас тоже что-то? Давайте я вам проясню тоже. Вы не стесняйтесь. Это слишком важно, чтобы выпускать. Часто собственники просто, знаете, продажи и маркетинга такие. О, это понятно, тут бабки приходят. А, типа, финансы? Хороший вопрос. Это хороший вопрос, и я сейчас на него отвечу. Как говорят люди, которые не знают ответ на вопрос, это хороший вопрос. Следующий вопрос. С авансами их тратить не надо. Их надо держать, так сказать, на то, что называется, на балансе. Не так. Баланс тоже непонятно пока. Короче, если нам зашло 500 тысяч, а мы отличили только на 15, то мы можем рассчитывать только на 15. А остальные деньги должны держать, условно говоря, в сейфе. Такое происходит никогда, поэтому они все равно тратятся, потому что жизнь есть жизнь. Но тебе неправильно делать так. Для того, чтобы посмотреть, какая сумма у тебя авансов, это сделать просто. Мы берем, смотрим, сколько у нас общих денег зашло по отчету ДДС. Мы смотрим, сколько общих денег зашло. Ну, зашло там 1 миллион. Дальше мы залазим в Айдент и смотрим, на какую сумму мы отличили. А мы отличили на 350 тысяч. Это значит, что 650 тысяч пока деньги, которые не наши. На кассе получается только то, что на сколько мы отличили, мы пробиваем чек, а это идет выручка. А это дополнительный кассе, но баланс. Да, это деньги, которые пока желательно не трогать, если вы можете их не трогать. На старте сложно их не трогать, потому что по большому счету это происходит кредитование. У нас клиенты кредитуют беспроцентно, это очень удобно. Если, допустим, у вас нет предоплаты, то вы сразу убыток чувствуете. То есть у вас просто деньги кончаются. А если у вас предоплаты, то у вас деньги есть на счетах, а убытка вы как бы не чувствуете, потому что иллюзия того, что деньги есть, значит, все нормально. Но по отчету проявления убыток вы сразу увидите, что у вас убыток. Соответственно, вы дальше уже можете сейчас что-то действовать, что-то предпринимать. Такое бывает в клиниках, и когда на старте особенно запускается, там никто сразу в плюс не работает. Извините, что это за жесткую правду. Все равно там разгон какой-то происходит, там нужно что-то докупать и так далее. Еще выручки, оборот, такого нет, продаж таких нет. Спустя время мы догоняем, в плюсовую чистую прибыль выходим, которая уже начинает отбиваться постепенно. Но тем не менее, помимо инвестиций, еще приходится нырять в убыток. Несколько месяцев. Так, прибыль не равно деньги в кассе. О, это сложно вообще объяснить. Это очень важно. Как раз относительно того, что нам в демократии накидывают предоплаты, получается, что у нас денег в кассе. Ну вот я предоставляю отчет собственнику, а он мне говорит, ты не соображаешь ничего, и у нас денег много. А я говорю, а прибыль не равно деньги. А как это выходит, давайте конкретный пример возьмем. Нам закинули денег, здесь уже нет негде рисовать. Нам закинули денег 1 миллион. Дальше мы потратили на постоянные расходы 500. О, на переменную, извиняюсь. Дальше мы потратили на постоянные расходы 400. Сколько у нас чистая прибыль? 100. Сразу давайте посчитаем рентабель по чистой прибыли. 100 делим на миллион, у нас как бы 10%. Все в порядке, спасибо зарядке. Дальше, что происходит, если нам закинут деньги, но мы пока на эти деньги не отличили. Мы заходим и смотрим. Мы отличили на сумму 500. Здесь ситуация кардинально меняется. Получается, что мы находимся в минус 400. Логично? Или пока непонятно, что я пишу? То есть у нас денег… То есть мы отличили на 500. А 500 тысяч из-за этих денег, которые нам закинули, не наши. Но на самом деле у нас их уже нет. Ну потому что у нас чистая прибыль, у нас 100 тысяч осталось. Понимаете? Здесь уже включается баланс. То есть у нас денег 100 тысяч в активах. У нас чистая прибыль в пассивах. Минус 400. И у нас предоплат на 500. Вот здесь мы видим, что у нас убыток. Минус 400. То есть нам закинули денег 1 миллион, мы отличили на 500. У нас должно 500 лежать еще в сейфе, правильно? Логично? Это деньги, которые клиент может прийти и сказать. Так, я передумал, давайте мне возвращать эти деньги. А мы их уже потратили, мы не можем их вернуть. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит то, что за место 500 у нас лежит только 100. 100. Это значит, что 400 – это убыток. Ну вот здесь сейчас мы нолик весь дорисуем, то у нас там может миллион лежать, а мы будем в убытке минус 4 миллиона. Такие ситуации нередки, крайне часто на самом деле. Соответственно, когда я прихожу, то есть вот мы строим отчет, и люди говорят, о, соточка, нормально, ну там, миллион, нормально все. Я говорю, убыток минус 400, нисколько на себя не выводи. Он такой, ты что, денег до хрена? Я говорю, нельзя. И представляю эту штуку, говорю, ну просто вот тупо посчитать. Сколько денег не наших, пока еще предоплат? 500 тысяч. Факт? Вот факт. Сколько денег у нас есть? У нас есть 100 только. Значит, убыток 400. Логично? Логично. Если человек нам, посетить люди, нам придут, скажут, давайте возвращать нам деньги, то мы где-то должны будем 500 тысяч вернуть, а у нас только 100 есть. Соответственно, 400 убытки. Это вот относительно начисления, что происходит. И, соответственно, прибыль, как видите, не равно деньги. Значит, что не входит в отчеты, приближающих убытков, туда не входят инвестиционные расходы. То есть суммы, когда мы покупаем что-то, когда вот работаем, мы покупаем что-то в организацию, мы, скажем, купили еще одну установку, сзади миллион, и сразу вешаем вот сюда, в отчеты, приближающих убытков. У нас еще в отчеты, приближающих убытков покажут, что у нас тут минус 900. И мы типа, ну, минус 900 закрываем конторы, они будут так каждый месяц минусовать. Неправильное решение принимаем. А если у нас, ну, это должно вешаться на баланс и амортизироваться. Значит, амортизация, у меня там будет один слайд, я вам скажу, что такое. Просто пока запомню, что в отчеты, приближающих убытков не входят инвестиционные расходы. Ну, какие-то установки и так далее. В общем, сумма, которую мы тратим больше 40 тысяч в месяц, это не входит в отчеты, приближающих убытков. Это надо амортизировать. Если мы разве платеж совершили 40 тысяч, я имею в виду, ну, какую-то установку купили и так далее. — Вы можете чуть-чуть, как бы, вот, строй же, чтобы подойти. Вот если мы на 500 реально отключили, то переменные при таком вот нормативе, что они 50% там стоят, ну, 250 должны, да? — Должны. — Будет немножко поменьше. — Да, я согласен, должны, должны. Это оторванный пример от жизни. Слишком много нулей, такого не бывает. А во-вторых... — При 500 выручке 250 переменные, да? — Да. А я смотрю, вы цену. — Ну, ты 250 поставил. — Наверное. Наверное. Снимаете, что ли? — Да. — Слушайте. — Ребята, я вас очень прошу. Смотрите видео, поставьте лайк, комментарий, напишите, поставь колокольчик. Сделай репост этому видео. Мы так старались записывать все эти видео. Спасибо тебе большое и хорошего просмотра. Ай, пошел. — Значит, балансовый отчет. Балансовый отчет, зачем нужен? Да вот, собственно говоря, я продемонстрировал, зачем он нужен. Когда вы ведете учет кассовым методам, то есть, не так, когда у вас выручка и зашедшие деньги, это одно и то же, ну, то есть, вы пришли люди, отличили сразу, деньги заплатили, то балансовый отчет не нужен сразу. Ну, то есть, все, что в кассе, то и прибыль. Нам миллион закинули, мы туда дали, это сюда дали, осталось 100 тысяч. 100 тысяч чистой прибыли, вот она лежит в кассе. А когда нам закидят предоплаты, вот здесь уже выключается балансовый отчет, чтобы понимать, сколько денег наше, сколько не наше. У нас есть 500 тысяч, сотка здесь лежит, 500 предоплат, сотка здесь, соответственно, минус 400. Вот для этого мы можем. Так, виды активов, пассивов в стоматологической клинике. Активы всегда… Активы, они везде одинаковые. Значит, это… Блин, активы надо прояснить. Активы — это то, что есть у клиники. Это не то, что нам несет деньги, а то, что есть у клиники. А пассивы показывают, за счет чего это взялось. Значит, я сейчас прямо, когда буду на примере показывать, вам… У вас масса появится, понимаете, что я очень говорю. Значит, конкретно активы в клиниках — это деньги, это оборудование, ну и все, пожалуй. В других организациях еще есть долги клиент, ну дебиторка это называется, и запасы на складе. Больше активов в организациях нет. У нас это только оборудование и деньги. Значит, виды пассивов. Пассивы — это то, за счет чего взялось. Обычно собственник складывает на старте свои деньги. Это раз. Второй — кредит. И третья — инвестиция. И прибыль тоже, на самом деле, относится к пассивам. Это просто применить как за аксиом, вот так в нормальном финансовом учете, в классическом финансовом учете именно так все это дело и выглядит. Так, и вот это очень важная штука, как проверить, все ли учтено. Баланс. Дело в том, что если баланс не сходится, значит, у вас ошибки в учете. Это тоже пока как к съему. Я не могу это так сразу объяснить. В общем, та таблица, которую мы вам дадим, там баланс сходится после каждой операции. Он автоматически сводится. Буксер сводит баланс раз в год, я не знаю, чтобы на переналоговое считаться. В параллическом учете для того, чтобы все было четенько, баланс должен сходиться после каждой операции. И, собственно говоря, он у нас здесь так и сходится. Если, как видите, активы равны пассивам всегда. Это значит, баланс сходится. Значит, у нас сейчас здесь 100 тысяч, и здесь, если мы сложим 500 и минус 400, у нас тоже будет 100 тысяч. Вот, соответственно, если баланс сходится, то ошибок в учете нет. Шаблон. Шаблон, я думаю, вам предоставят. Ссылка на шаблон, который вот по движению денег. Давайте сразу зафиксируем. Ян, прошу тебя на ссылку направить сейчас в чат, чтобы она сохранилась, для того, чтобы мы потом могли это использовать. Этот шаблон универсальный, вам нужно будет его скопировать, и каждый сможет использовать его для своей клиники. А как использовать, сейчас я конкретно покажу. Значит, включает в себя отчет о движении денег и средств, о котором я говорил выше, отчет о проблемах и убытках, балансовый отчет, и еще один отчет о проблемах и убытках, такой же, только уже по начислению. Ну, а сейчас расскажу попозже, что это значит. Значит, преимущества отчета. Вам надо заполнять только отчет о движении денег и средств, отчет о проблемах и убытках, и заполнится сам. Ну, и баланс тоже сам заполнится. Режим работы одного окна. Значит, в принципе, как заполнять отчет о проблемах и убытках? Туп дата, приход либо расход, счет, с которого был совершен платеж, либо на который пришли деньги. Категорию указываем, комментарий, если надо, месяц, к которому относится платеж, и смотреть, чтобы остаток по счетам сходился с фактом. Сейчас я конкретно продемонстрирую. Вот, значит, вот это таблица DS. Вы заносите дата, приход либо расход, счет указываем, категорию, комментарий в данном случае не указан, и месяц, к которому относится платеж, ну, вешаем его на июнь, допустим. Соответственно, и там справа сверху есть остатки, которые лежат на счетах. Соответственно, здесь заведено раз, два, три, четыре, пять, шесть счетов. Обычно четырех хватает. Значит, и если где-то закоррелось красным, значит, где-то ошиблись. Накидал много слов, сейчас объясню, что это значит. В общем, вы заполняете один отчет движения денежных средств, ДДС. Вот эту вот табличку, одну, которая называется ДДС. Просто заносит туда все движения, которые были за день. Смотрит, чтобы остатки по счетам сходились. То есть, если мы занесли по Альфа-банку все движения, все приходы, расходы, смотрим на здесь 50 тысяч, и значит, что мы уходим на Альфа-банк, и там 50 тысяч должно лежать. А если не лежит, соответственно, где-то ошибка. На следующий день мы опять садимся, опять все уносится в предыдущий день, и если у нас остатки не сходятся, значит, вчера сходился, сегодня сходятся, это значит, что мы сейчас допустили где-то ошибку. Логично? Соответственно, учет — это ежедневная штука, желательно, особенно на операционной деятельности, когда идет. Это ежедневная штука, и это исключает ошибки. Значит, если это, короче, страховка. Если где-то загорелось красным, это значит, что после этой операции ошибка. Ой, чего непонятно. Давайте объясню еще раз. Нет, но все понятно. Ага, вряд ли. Смотрите. Ну, люди просто так не одевают. Значит, если где-то загорелось красным, то ошибка. Это значит, что здесь неправильно что-то указали конкретно вот в этом платеже. Значит, и вот давайте поиграем с вами в одну веселую игру. Я не должен на велосипедике был бы ехать. Приедем, придем к примеру. Значит, положили 500 тысяч в бизнес свои. Значит, получили кредит на 5 миллионов от Сбербанка. Потратили ремонт клиники 1,2 миллиона на старте. Получили на закуп оборудование для клиники. А потратили 3,4 миллиона на закуп оборудование. Установки отдали. Начали лечить и получили от клиентов 100 тысяч рублей. Выручки. Ну, сразу отличили и сразу получили. Злоплатили рену 30-ку, злоплатили врачу 40 тысяч в заполнении обязательств. И последнее перевели с налички на счет 400 тысяч на Альфа-банк. И давайте здесь теперь посчитаем, какая чистая прибыль после такого количества движений. А что такое? Положили из налички 400 на счет Альфа-банк. Ну, давайте эту операцию не будем считать. Это… Да, это… Неважно, давайте вон до зарплаты врачей посчитаем. Отлично. Такие движения на 30 тысяч осталось. Давайте, еще какие варианты? Нет, нет. Да, да, чистую прибыль считаем. Ну, 30 тысяч – это маржа, чтобы чистую прибыль посчитать. Чего? Ну, здесь есть все данные, чтобы посчитать чистую прибыль. А, есть, есть и дата. 30? У кого-то была версия 430, да? Чистую прибыль, да? Да. 430 – тоже хорошая версия. Еще давайте. Еще одну кто-нибудь скажите. Сколько? 530, отлично. 530 – тоже нормально. Это побольше, чем 430. Это очень важный момент. Знаете почему? Потому что, если вы один собственник, вы можете, типа, на глаз закрывать. Если два собственника, то мы такие садимся в конце месяца, такие, давайте чистую прибыль поделим. И один говорит, ну, у меня 30 получилось. Давай 15. Он говорит, так что, у меня 530. Я хочу 275 свои, 265 свои забрать. Да нет, 30, 30. Ты что, ну, вот начинаются эти разговоры, соответственно, как договариваются? Ну, давай, короче, тебе, не мне 100. По полтиннику выводим. Чистую прибыль, мы считаем. Да, чистую. Твои тоже вложили. 30 получается. 30, да? Да. Ну, хорошая версия. Получается, что выводим только 30, да? Сейчас я покажу, как конкретно эти движения происходят по отчету о прибылях и убытках. Значит, и по ДДСу. Вложили свои. Чем мы пишем? Пишем там дату, приход 500 тысяч, наличка, директор. Ну, как будто наличку положили. Указано, что категория там, собственный капитал. Ну, сами вложили, в общем. Месяц, который вложили, в том, что вкладываем. Смотрим на баланс. Вот как раз здесь включается баланс. На старте отчет о прибылях и убытках он никак, мы чистую прибыль никак не елим. У нас ни выручки, ни расходов, ничего нет. Мы просто делаем инвестиции. Значит, что у нас есть? У нас есть день в кассе 500 тысяч. Откуда они взялись? Это мы сами вложили 500 тысяч. Баланс входит. Следующее. Получили кредит от Сбербанка на 5 миллионов. Значит, 5 миллионов. Вот так же. Дата, приход. На счет Сбербанка пришли деньги. Кредит. Июль. Что у нас получается? У нас денег теперь. Общая сумма 5 миллионов. 5,5. На Сбербанк 5 миллионов 500 в наличке. Откуда они взялись? Это 500 на свои вложили, 5 миллионов в кредитные. Дальше. Следующее. Потратили на ремонт клиники 1,2 миллиона. Вот здесь несколько операций. Ремонт клиники на старте указываем. Указываем, что конкретно. И, соответственно, месяц. Дальше, что у нас происходит? Как видите, сумма пассивов, как была, так и осталась. Мы получили 5 миллионов, 500 свои вложили. Как они распределились? У нас 4,3 миллиона лежит в наличке, а 1,2 миллиона мы заморозили в ремонте. Понимаете, да? Чего? Да, мы деньги взяли отсюда, отщипнули. Если посмотреть предыдущий слайд, было 5,5 миллионов. Стало 4,3 миллиона. Стало. Потому что 1,2 миллиона переморозился в ремонт клинике. Дальше мы покупаем какое-то оборудование. Вот здесь очень много операций по покупке оборудования. Указы, комментарии и так далее. И на 3,4 миллиона. И у нас деньги уменьшились до 900 тысяч. А оборудование клинике стало 3,4 миллиона, ремонт клинике 1,2 миллиона. Общая сумма активов, как видите, если ее сложить, будет 5,5 миллионов. Откуда они взялись? Мы просто вот эти деньги, которые изначально закинули, кредиты свои, мы просто перемораживаем из одного актива в другой, переплавляем деньги. Соответственно, баланс по-прежнему так и сходится. Это как на 10 на старте. Значит, вот и настает момент, когда вы уже запустились, и в этот момент вы можете сесть и спокойно посчитать, значит, сколько денег у нас где лежит, сколько мы потратили. Ну, здесь круглые цифры, конечно, такие не будут, там будут рубли на концах стоять. Вот, соответственно, вы будете смотреть, сколько на оборудование потратить, сколько на ремонт клиник и так далее. А вот и все, собственно говоря. Общую сумму, допустим, вы видите, что вы заморозили 4600 в этом. Ну, были инвестиции 4600. Дальше. Значит, ключи-то и получили от клиентов 100 тысяч рублей. Вот они так отражены здесь. То есть в данной ситуации мы смотрим, как будто мы отличили, ну, пришли, они сразу нам закинули деньги, мы сразу отличили. И вот здесь уже как раз рисуется выручка. Рисуется выручка, нераспределенная прибыль. То есть у нас денег было 900, на предыдущей слайде. Сейчас денег стало 1 миллион. За счет чего это образовалось? За счет того, что у нас прибыль появилась еще в 100 тысяч. Дальше. Чего не работает? Видите, две операции по аренде и по зарплате врачу вот так провели. Дата, сумма расхода, откуда выплатили. Указали категорию, вместе к которому относится платеж. И получается, что у нас был 1 миллион, мы сейчас заплатили 70 тысяч. Чистая прибыль уменьшилась на те же самые 70 тысяч. Баланс. Почему баланс? Потому что ничего не исчезает никуда, не появляется из ниоткуда. Если у нас в активах уменьшились деньги или что-то уменьшилось, у нас должно в пассивах тоже что-то уменьшиться. В этом прикол баланса. Если у нас деньги уменьшились, деньги могут уменьшиться, а оборудование подрасти. Называется перемещение по активам. Ну то есть мы что-то закупили, а мы деньги переморозили. Опять-таки баланс сходится. Перемещение по активам бывает крайне редкое, по активам бывает чаще всего. Но и, короче, когда идет операционная деятельность, у нас деньги гуляют и чистая прибыль гуляет. Вот и все. Значит, и вот здесь, когда мы уже провели все эти операции, мы можем уже посмотреть отчеты о прибылях и убытках за июль 20-го года. Мы уже посмотреть отчеты о прибылях и убытках и увидеть, это сокращенный вариант, как раз выручка. Переменные расходы у нас с врачом было 40 тысяч, осталось 60 тысяч на маржи. Дальше постоянные расходы мы заплатили 30 тысяч, и у нас осталась чистая прибыль 30 тысяч. 100 тысяч минус 40 минус 30, получится 30. 30 тысяч чистая прибыль. Вы все были правы, вас нельзя обмануть. Ну, тогда вам не нужна эта таблица. Ладно. Значит, и вот последняя штука, положили на наличку на счет, это в данной ситуации, в этой таблице просто надо проводить все движения. Чтобы остатки по счетам сходились, нужно все перемещения между счетами также проводить. То есть, если мы положили 400 тысяч, взяли с налички, с директора и положили на счет, то мы просто две операции здесь сражаем. Одна, расход по наличке, переводы между счетами, указываем, август. И вторая, приход по альфа-банку, получается, переводы между счетами, также август. То есть, сумма денег осталась прежней у нас, если баланс посмотрим. Просто один счет уменьшился, другой увеличился. Вот все. Почему это важно делать? Потому что нам надо всегда смотреть, чтобы у нас остатки по счетам сходить. А если мы не отражаем переводы между счетами, то у нас остатки по счетам не будут сходиться. Ну, то есть, мы не можем свериться и так далее. Это ежемесячный отчет? Это, да, его надо ежемесячно делать. Квартально? Нет, нет, квартально это все… Это если у вас длинные циклы сделки, то там квартально делать. А у нас короткие там ежемесячные, обычно сиделки ежемесячно. Если мы дома строим, можем отчет раз в год, раз в два года собирать. Там тоже сделка очень длинная идет. А если мы… Если у нас, ну, клиника, то ежемесячно надо собирать. Потому что мы должны принимать решение ежемесячно. Ну, вот как у нас тут дела. И желательно смотреть там 5-го числа за предыдущий месяц. Потому что у нас мы 1-го числа… Вот, кстати, есть такая штука, как месяц, к которому относится платеж, да? То есть в данной таблице мы можем оплатить платеж в сентябре, а он будет относиться на август. И, соответственно, он… Платеж сейчас в сентябре… Блин, как объяснить? Короче, в отчет о проблемах убыток он упадет на август. Это то, что называется, мы начисляем на август эту сумму. И вот этой штукой мы крайне стойно, мы манипулируем, куда это начислить. Значит, кто должен вести учет? Это делает финансовый менеджер. Ну, условно, финансовый директор, финансист, финансовый менеджер. Финансовый директор в крупных организациях. Бухгалтер тоже может спокойно вести учет, если ему дать эту таблицу сказать. Делаю так, 1, 2, 3, они прям без проблем делают, потому что бухгалтеры – это обычные системные люди. Так, удаленный сотрудник – это наша компания. Приходящий сотрудник на полставки, такое тоже бывает. И аутсорсинг компания, типа, это когда уже, ну, типа, вот те самые скучные финансы и так далее. Или меня. Где найти такого человека? HR, Авито, соцсети, рекомендации, Яндекс, Гугл. Ну, короче, как обычно. Просто надо сказать, что надо от человека, поэтому и легко найдется. Ой. Сколько это стоит? Финансовый менеджер 15-20 плюс налоги. Это есть на полставки. Ну, да, в принципе, на полставки где-то 20 тысяч будет стоить. Финансовый аутсорсинг 30-60 тысяч. И если финансирование на месте, то это от 80 тысяч. Это в регионах. С Москвы здесь нет никого. Это в регионах. Где-то 80 тысяч плюс налоги. И обычно директора такие люди, которые в сервере не особо желают работать, а поэтому придется 30% суммы отправлять за его пенсионку, а с него удержать 13%. Так, и значит, что еще? Сервис управленческого учета. Почему эта таблица у нас выглядит именно таким образом? Потому что мы ее обкатали. А чтобы ее обкатать, искали… Ну, это было еще до того, как франшиза запустилась. А просто искали вариант, который у нас подходит, чтобы решал все эти вопросы. И вот то, что эта таблица как сделана, она сделана по вот этим ребятишкам, короче. Они все примерно одинаковые, интерфейс немножко разный, но в целом функционал один и тот же. Стоит около 3000 в месяц. Ну, по рекламе здесь данная ситуация может подходит, но не очень это вообще, это CRM. А вот эти ребятки очень хорошо подходят под это дело, но они стоят 3000 рублей в месяц, они просто красивые, больше ничего особого такого-то и нет. Вот. Значит, мой склад тоже можно использовать, но крайне не рекомендую, он для товарки нужен. Значит, отличие бухгалтера от финансового директора. Значит, бухгалтер, что он говорит? Налоги самое главное, а финансовый директор говорит, в том числе и налоги важны, но нам важно посчитать, какая чистая прибыль. Бухгалтер отталкивается от бумажек, акты сверхсчета и так далее, все вот эти разговоры. А финансовый говорит, давайте что по факту, мы можем заплатить наличкой, и типа у нас бумажек нет, но мы заплатили, сфиксировали отчет движения денег, что мы заплатили, и значит, этот расход пойдет в расход. Независимо от того, есть ли у нас на него какие-то бумажки. Так, придерживаясь налогового кодекса, а это мы сами регулируем свою деятельность, потому что мы от государства по шапке не получим. Если имеется в виду, что придерживаться, для налогового кодекса важны бумаги, отчетности, сроки и так далее. А мы сами решаем, мы можем отчет при ляхубы собирать 5-го числа, а можно там 17-го числа, потому что мы так приняли. Отчет перед государством важнее, чем отчет перед собственником. Отчет перед собственником важнее. Вот и все ради. Бухгалтер – это тот человек, которого вы нанимаете для себя, потому что вам сказало государство, чтобы типа… Государство говорит, так, ты сам не можешь посчитать, вот найди какого-нибудь человека, который посчитает за платимые деньги, и человек будет работать на нас. Выходит, что так. Но не очень хорошо справится с своей работой. Ключевые показатели, которые должен смотреть собственник бизнеса. Так, просто еще раз обновим. Это чистая прибыль, само собой. Ретабельность по чистой прибыли – это процент. Сколько от выручки чистыми осталось. Маржинальный доход. Ретабельность по маржинальному доходу, тоже говорил. Остатки денег на счетах в отчете и по факту. Это по поводу движения денег, ДДС. Значит, схождение баланса. Это просто надо иметь в виду, что баланс должен сходиться. Так, верные данные в балансе. Ну, это само собой. И стоимость клиента – это уже немножко не финансовая, это уже маркетологовая штука. Но отсюда ее по большому счету тоже можно вытащить. Если посчитать количество транзакций и разделить на выручку. Сколько выводить денег на себя? Не больше чистой прибыли. Остается только посчитать чистую прибыль, а это часто бывает проблема, как мы выяснили. Почему нельзя вводить всю чистую прибыль на себя? Потому что функции чистой прибыли на самом деле – это не… Вы когда-нибудь были на бизнес-тренингах, а слышали, как людей, когда спрашиваешь, сколько ты зарабатываешь, он говорит 200-300. Это очень интересный ответ. Знаете почему? Потому что если человек говорит 200 или 300, это, во-первых, слишком большой размах, начнем с этого. А во-вторых, 200 или 300 чистой прибыли на себя, или ты дивидендами вводишь, или ты всю чистую прибыль выводишь. Потому что если там чистая прибыль, скажем, мы заложили 1 миллион, ну скажем, 100 тысяч заложили. Не заложили, а заработали 100 тысяч. Мы можем ее всю на себя вводить, но это не совсем правильно. Правильно выводить на себя, оставлять хотя бы на резервы, стабилизационный фонд это называется, ну и на развитие. И когда компания стабильно работает, то берут и делят чистую прибыль 40-30-30. Это значит, что мы 40% вводим дивиденды, 40% вводим дивиденды, ну 40 тысяч получается, а 30-30 по фондам раскидываем, оставляем в компании, а на фонд развития, на стабилизационный фонд. Ну если такого нет, то можем хотя бы там 90% поставить, 90% на себя, а 10% оставить на развитие или на стабилизационный, на случай там пандемии и всякой ерунды. И стабилизационный фонд, он постоянно растет до тех пор, пока не случается какая-нибудь ерунда. Значит, вот, соответственно, когда люди говорят 200-300, это интересный вопрос, ты выводишь себя дивидендами 200-300, или ты всю чистую прибыль на себя вводишь, или если там дивидендами вывожу 200 тысяч, то это значит, что ну как минимум плюс 10% к этой сумме такая чистая прибыль в организации. Так, так, так. Что будет, если выяснить о лишнем? Ну, капитан, очевидность. Убыток, кассовый разрыв, банкротство, суды, потери репутации, само собой. Почему деньги в бизнесе – это не ваши личные деньги? Ну, вот, если вы вложку откроете, то вы узнаете, что там нельзя просто так деньги вводить на себя, к сожалению. Государство так сказало. Вот. Значит, не нарушайте финансовый порядок. А вот это очень интересная вещь. Смотрите, как происходит, когда люди, которые до этого работали на имя, начинают открывать свой бизнес, и у них там что-то начинает получаться. И они начинают выводить на себя деньги, потому что они лежат у них в кармане. Сломал все. Потому что они лежат у них в кармане. И он там каждый день начинает выводить какую-то там мелкую сумму. Зашел, шавух купил на 130 рублей, потом что-то тачку отремонтировал на 3 тысячи, что-то там какие-то расходы сделал по этим делам, по рабочим делам, потом что-то еще, купил себе шмоток на трешницу. И в итоге выходит, что незаметно-незаметно накапливается сумма там 200 тысяч. И когда мы смотрим отчет в прибылях убытка, там чисто прибыль 200 тысяч. Он говорит, отлично, желаю ее распределить. Я говорю, а ты уже распределил. А как? Он говорит, так вот смотри транзакции. Здесь такого числа столько-столько-столько потратил. Там незаметно набегает такая сумма. И он такой, блин, но мне деньги нужны, я буду уводить. И они выводят на себя, загоняя компанию в убыток таким образом. И, соответственно, личные деньги желательно выводить на себя раз в месяц. Когда прибыль посчитали, зафиксировали 5-го числа там или 10-го лучше. Все посчитали, тогда уже говорим, все, выводим себя. И дальше уже в эту организацию не лезь. Вот возьми физически, вытащи деньги в другой карман положи, и их уже транжири на свои собственные нужды. Чтобы такой ситуации не получилось. А когда я деньги заканчиваю, значит, ты что, должен урезать себя, потому что ты не можешь, ты должен жить посредством, так сказать. Ничего себе не отказывать. Можно незаметно вывести больше, чем чистая прибыль. Это делается очень легко. Кроме того, вот эти маленькие выводы, они не нарушают финансовый порядок, потому что это 130 рублей, как надо посчитать, иначе остаток не сойдется. Соответственно, где зафиксировать? В ДДС. Это дополнительные операции и так далее. Это не нужно. Что такое амортизация? Зачем она нужна? Так, значит, давайте слово амортизация проведем, потому что слово амортизация, оно слишком сложное. Ну, слишком люди не понимают этого. Значит, это на самом деле обыкновенное размазывание стоимости основных средств на весь период использования. Это значит, мы покупаем какую-то установку, скажем, за 100 тысяч рублей, для примера, чтобы нам легко считалось. 100 тысяч рублей. Мы в отчетах о управляях убытков их не должны вешать разом на один месяц. Мы должны эти 100 тысяч взять и будем использовать примерно 10 месяцев. Это значит, что мы 10 тысяч умножаем на 10, ну, каждый месяц будем списывать по 10 тысяч. Вот это и называется амортизация. То есть мы не разом вешаем, мы бахаем всего один месяц, а мы размазываем на 10 месяцев этот платеж, и постепенно стоимость основных средств у нас будет уменьшаться. Значит, можно буквально эти деньги, которые мы расходуем, отводить на отдельный счет, чтобы там скапливалась сумма, когда эта установка устареет и так далее. Мы можем взять с этого счета эти деньги, опять купить заново, а старую выбросить или порезать на металл. Но обычно денег не всегда хватает, поэтому этого не делают. Так, оптимизация расходов. Как оптимизировать расходы? Переиспределение расходов. Имеется переиспределение обязанностей между людьми, сокращение и так далее. Отказ от лишних расходов. У меня были случаи, когда с одного миллиона сумма постоянных расходов падала до 300. Оказывается, можно. Автоматизация работы за счет сервисов. Ну, сервисы всегда стоят дешевле, чем работа людей. Аутсорс всегда стоит дешевле, чем работа людей, потому что аутсорси компании, они за них не надо как минимум платить налоги. Налоговая оптимизация, само собой, это бухгалтера умеет делать. Отключение дорогих или неориентабельных рекламных каналов. Это, ну, в самом случае, зачем платить за рекламу, если она не несет никакой отдачи. Перевод сотрудников с оклада на сделку – это очень сотрудники любят, очень не любят. Когда, типа, в данной ситуации бизнес, когда устойчивый, когда все перемены, все постоянные расходы становятся переменными. То есть, есть выручки, есть расход, а у этой выручки нет расхода. А оклад – это постоянный расход. Соответственно, сотрудник еще думает, я сейчас получу оклад, и за него буду я работать – не будет. Мне будет работать, мне будет начать оклад, ничего, чего мне стараться. А если у него зарплата зависит от выручки, то есть с выручки, Он уже заинтересован в том, чтобы компания двигалась. Это что там, продвижение и так далее. Давайте, ребят. И плюс тут зарплата будет больше и меньше. Ну, там колебаться, может, можно и больше заработать. А клад там стабильный. Вот. Соответственно, у нас нет вышек, можно сказать, ну, ребят, мы с вами договорились, что вы на сделке. Сделок сделали мало, соответственно, такая у вас зарплата. Вот. Сотрудники не вообще эту штуку любят. А собственники любят. Работа нескольких смен. Это, ну, к данной ситуации к бизнесу стандартно относится, но вот если, допустим, на производстве, начальник производства говорит, мне надо, короче, еще один станок покупать, там, размером в один миллион, еще в два раза больше будем производить, заказы есть. На самом деле мы можем этот станок загрузить в ночную смену просто, в текущий. Но сотрудник, ну, как бы, начальник производства не хочет это делать, потому что, типа, на ночь там будут звонить, что-то решать, зачем. Лучше давай второй станок, деньги к нему вкладывать. Второй станок купим и там все днем порешаем, а ночь все будут спать. Короче, можно избежать эти дополнительные инвестиции за счет, работают в несколько смен. Так. Я хотел бы, чтобы это стокопировали, потому что мы очень много говорили про доходы, а вот это как раз как активизировать расходы. Так, значит, увеличение доходов. Это, так сказать, просто, это все знают, просто поговорю. Выручка равно, это количество сделок умножено на средний чек. 10 человек пришло за месяц, каждый отдал в среднем по 10 тысяч, 100 тысяч выручки заработали. Количество сделок — это лиды умножены на конверсию. Соответственно, если нам позвонило 100 человек, из них там 10 заказало, это значит, что у нас конверсия 10%. Ну, то есть у нас будет 10 сделок. Для того, чтобы нам было 10 сделок, нам надо, чтобы пришло 100 лидов. А количество лидов — это конверсия площадки умножено на конверсию… Ой, два раза написано. Это количество входящих в трафик умножено на конверсию площадку. Зашло на сайт 100 тысяч человек, 2% оставило заявку, лидом стало. Соответственно, конверсия 2%, осталось 200 лидов умножено на 10%, допустим, конверсии из льда в сделку, это у нас будет 20 человек. 20 человек умножено на 10 тысяч, средним человеком будет 200 тысяч выручки. Ну, это обратная последовательность. Так, увеличение выручки. Ну, соответственно, из этого исходит. Это либо увеличение трафика площадки, либо увеличение конверсии сайта, ну, или любой конверсионной площадки. Если мы в холодную звоним, значит, люди должны с большей конверсией закрывать, большее количество людей закрывать сделку. Конверсия продавца и увеличение среднего человека. Дорожный продаем. Больше продаем, быстрее строим. Так, выводы. Введение учета обязательно. А необходимо? Необходимо написано. Финдир — это не бухгалтер. Отчет о прибылях и убытках, то, что вы должны смотреть ежемесячно. Выручка — это не равно деньги. Деньги — не показатель прибыльности. Как вы поняли, движение денег должно быть под контролем. Баланс должен сходиться. Амортизация нужна. Что будет делать? Вот. В принципе, у меня все. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас. Поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее. Белый украшен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Для vielen economists. Это субтитры Алексею Дубровскому. Да и дальше субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому. Проそれは Legendadyiti Cardなんだ.